не отключил так сейчас включу интернет и так сначала поехали всем привет сегодня у нас всего 12 человек вот и то ли многие не хотят разбираться что вопросов очень много вот то ли многие записи посмотреть многие опаздывают нас обычно по ходу на рот появляется в самом начале у нас всегда самые важные новости затрагиваются вот поэтому просьба дальнейшем не опаздывать на начала мероприятий потому что в самом начале всегда самые важные новости о которых я говорю и дальше уже идут вопросы ответы и так у нас еженедельный командный созвон как обычно в основном проходит следующий что по москве может проходить вот и вначале нашего созвона я бы хотела первых затронуть последние новости которые были на этой неделе вот и дальше поговорить ответить на самые часто задаваемые вопросы по стратегии по настройкам робота и дальше как обычно ваши вопросы в чате я на них отвечаю в это воскресенье в понедельник даже был созвон нашего уже стоящего спонсора павла США он созвонился с директором салон обсуждали разные вопросы и пила две важных новости которых я хотел бы с вами поделиться первая новость это по поводу оплат значит все документы приняли и осталось подождать буквально 7-10 дней и после этого включат оплаты с карты оплаты с карты будут не напрямую а через одну из платежных систем то есть можно будет привязать карту из карты оплачиваться вот 7-10 дней по срокам как сказали и вторая новость ближайшее время будет анонсирован новый робот второй робот вот для счетов 500 долларов и выше и по стоимостью он будет стоить дешевле вот то я точно не понял но речь шла что-то 60 долларов то ли месяц то ли что не понял поэтому дождемся анонса и как только более подробная информация появится и должна появиться в ближайшее время я об этом обязательно сообщу вот робот дает для тех кого небольшие депозиты вот это что касаемо новостей далее очень много вопросов в чате по поводу стратегии многие не понимают как работает робот как закрывает поэтому я уже говорил несколько раз на предыдущих бинарах и сейчас еще раз хотел бы об этом сообщить во первых значит стратегия робота стратегия у нас идет заклицовка валютных пар берем три пары так давайте демонстрацию экрана включу чтобы видно было значит стратегия у нас получается заклицовки валютных пар берем три валюты например евро доллар и иена это самая подходящая валюта для топовой так они являются менее волатильными по сравнению с другими валютами такими как фунт канадский доллар франк австралийский доллар и прочее и делаем из них кольцо валютных пар например евро доллар евро иена и доллар иена а вот и соответственно когда сделки у нас открываются какие-то пары стоят в байк какие-то сел и изначально одна валютная пара просадки две растут либо две просадки и 1 растет а далее ситуация может меняться вот многие спрашивают почему у меня три пары в минусе либо три пары в плюсе а к примеру то есть у вас одна пара в плюсе две в минусе да одна пара идет в плюс стоп-лосс перемещается потихонечку за ценой так называемый крейлинг стоп потом закрывается либо по стоп-лоссу и открывается опять в том же направлении а сделка и соответственно может произвести небольшой разворот рынка то есть эта пара которая заново откроется она пойти может минус а те две пары они падают небольшой плюс но также будет минус поэтому возможно такая ситуация в дальнейшем что все три пары минусе либо цепи пары плюсе вот в целом стратегия она такая вот и у нас с вами есть три варианта развития событий как может развиваться ситуация а первое когда получается открывается у нас ордер и цена идет нашу сторону как только цена доходит до определенной точки получать определенную прибыль а а срабатывает трейлинг стоп то есть стоп-лосс перемещается на безубыток небольшой плюс и соответственно если цена развернется рынок развернется и пойдет не в нашу сторону тогда мы закрываемся по стоп-лоссу но и небольшой плюс если цена продолжает идти в нашу сторону до уровня тейк-профита стоп-лосс постепенно перемещается за ценой и как только происходит разворот закрывается на сделка по стоп-лоссу и фиксируется плюс если же разворота не произошло либо был совсем небольшой разворот да и рынок продолжил дальше двигаться вверх в нашу сторону ну вверх либо вниз а тогда сделка закрывается по тейк-профиту а уровень тейк-профита у нас изначально 300 пунктов достаточно большой но при этом чаще всего где-то процентов 70-80 случаев сделки закрывается по стоп-лоссу потому что рынок разворачивается вот но при этом в плюс далее рассмотрим ситуацию если цена идет не в нашу сторону то есть цена идет не в нашу сторону а самый основной вариант который может произойти это открывается дополнительный ордер он открывается на расстоянии level range в настройках робота сейчас я открою еще вторую тоже презентацию сразу же например если у вас level range стоит 21 здесь все подробно расписано по всем настройкам да если level range стоит 21 то открывается новая сделка получается в полтора раза больше на расстоянии level range 21 четвертой версии робота кто установил может наблюдать что появилось новое значение это position size multiplier и благодаря нему можно контролировать размер увеличения то есть по умолчанию он стоит полтора сделка открывается в полтора раза больше то есть у вас я в 0.1 лот открывается полтора ой 0.15 если у вас дальше продолжается движение в вашу сторону сделка открывается с лотом 0.23 и так далее то есть каждая последующая сделка открывается с лотом в полтора раза больше для более консервативных настройках можно поменять это значение и выставить 1.3 1.4 соответственно у вас размер лота будет при каждой последующей сделке увеличиваться на 30 либо 40 процентов 50 процентов то есть например если у вас стоял 0.1 при коэффициенте 1.4 у вас следующая сделка откроется с лотом не 0.15 но и 14 таким образом у вас вы сможете выдержать более глубокую просадку при таких вариантах настроек но при этом вам необходимо пройти чуть большее расстояние до уровня тейк профита при меньшем мультиплайере это первый вариант и таким образом набирается сетка ордеров до тех пор пока идет движение не в нашу сторону также вот в новом роботе 4 версии вы тоже можете наблюдать новый параметр раньше мультиплайер раньше вручную в основном переключали значение level range при наборе просадки сейчас он переключается автоматически тоже о нем я пару слов скажу а например если у вас по умолчанию стоит 21 level range и раньше мультиплайер стоит например 1.1 по рекомендациям то у вас следующая сделка третья получается 2 открывается через 21 пункт третья открывается через 23 пункта четвертая сделка открывается через 25 пунктов и так далее то есть при наборе сетки каждая последующая сделка открывается чутка дальше на 10 процентов дальше вот предыдущей таким образом сделки с большими ордерами открывается все дальше дальше таким образом гораздо более глубокую просадку сможет выдержать наш депозит вот это первый вариант развития событий и при открытии трех и более сделок на всех сделках устанавливается общий тейк профит при достижении данного тейк профита все сделки закрываются в основном в общий плюс если они у вас не болтаются по несколько недель или месяцев тогда соответственно все сделки закрываются в общий плюс по тейк профиту основа в чем вообще заключается основа именно этой сетки в том что рынок никогда не ходит резко вверх либо резко вниз то есть вы можете просмотреть график в 4 и увидеть что даже если идет движение вверх оно идет волнообразно либо идет движение вниз волнообразно и после каждой просадки всегда возникает отскок либо коррекция да либо после каждого роста всегда идет коррекция вниз вот и фишка в том что как раз таки отбира с большими лотами они вот на этой коррекции перекрывают весь уровень просадки то есть для того чтобы попасть в не очень хорошую ситуацию должно быть резкое 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 движение вниз либо вверх против нас против того как у нас сделки открыты и совсем без отката вот поэтому тоже по рекомендациям работы робота знаю что часть людей следует рекомендациям и как правило у тех партнеров все замечательно вот часть людей либо не знает рекомендации либо не следует им и соответственно попадают в свои различные там просадки большие не очень приятные ситуации значит робот предназначен для торговли на спокойном не волатильном рынке когда рынок либо во флете либо колеблется туда-сюда и при этом получается самая оптимальная прибыль вот поэтому наш робот во-первых отключается автоматически можно сдать этот параметр настройках на всех важных макроэкономических новостях когда могут ожидаться на рынке сильные движения да и могут пойти не в нашу сторону то есть при этом когда выходит новость и рынок идет против нас робот не набирает кучу ордеров как это происходит во множестве других роботов и берет только один ордер после включения после новостей когда включается берет только один ордер и как правило новость уже отыграла то есть после новости может пойти коррекция небольшая и быстро перекрыть убыток также по поводу торговых дней в этом тоже неоднократно говорилось рекомендую торговать с понедельника по среду по истории за все время торгов то есть с понедельника по среду рынок наиболее спокойный основные сильные движения у нас приходится на четверг на пятницу также очень много важных новостей приходится на четверг на пятницу особенности пятницу да во первых очень много новостей во вторых очень сильное движение сильная волатильность многие фиксируются и позиции недельные да вот и маркетмейкеры да многие нравится поставить людей как говорится на выходные чтобы люди переносили сделки через выходные поэтому не рекомендуется торговать в пятницу вообще в четверг только в случае просадки то есть торгую с понедельника по среду даже практикуется вариант торговать по вторник если у вас ваша еженедельная цель достигнута во вторник то можно выйти во вторник очень хороший пример демонстрации на моем личном счете на три пары которые я торгую на прошлой неделе была прибыль порядка восьми процентов уже во вторник достигнута и я закрылся по weekly goal вот и на этой неделе тоже на тот депозит который есть там было достигнуто 6 с небольшим процентом а я закрылся во вторник еще по weekly goal вот но по факту тысяч долларов получилось 80 с лишним долларов то есть более 8 процентов получилась прибыль уже во вторник поэтому я вышел из рынка пораньше даже не дожидаясь среды вот это что касаемо робота так потом а какие еще у нас варианты есть варианты развития событий то есть первый вариант это просто набор сетки если робот открывает ордера по тренду значит нужно посмотреть комментарии сделать тренд а если открывает по дневному тренду да многие говорят что робот открывает почему-то сделки против рынка не забываем что он производит анализ по дневному графику исходя из событий на рынке последние 20 дней то есть это не краткосрочный робот не скальпер который торгует на 5 минутки либо на 15 минутки и для анализа берет краткосрочное движение а он именно берет более глобальный долгосрочный тренд и соответственно если он видит что тренд остается в ту сторону он получается набирает ордера по сетке у нас еще с вами есть два варианта развития событий что может еще произойти а второй вариант вариант развития событий наверняка многие замечали да то есть если индикаторы меняются если тренд разворачивается например была пробита какая-то там линия поддержки либо сопротивление тренд развернулся робот может открыть сделку в противоположную сторону то есть иногда вы замечали наверное что по какой-нибудь паре например евро-доллар а у вас открыта одна сделка в buy и одна сделка в sell одновременно то есть в разные стороны таким образом он хеджирует сделки вот это второй вариант развития событий третий вариант развития событий когда значит особенно на h4 это видно то есть когда чувствуется четкий разворот рынка когда есть большая доля вероятность развернуться рынка он берет еще одну сетку которая называется каунтер и таким образом появляются двойные ордера очень много вопросов было по двойным ордерам почему он их открывает он их открывает не всегда но он открывает в случае когда он видит что ожидается разворот рынка на d1 в основном открывает при одной сетке уже три четыре ордера когда набрано по первой сетке то есть у вас например висит по одной паре четыре ордера и он видит что ожидается возможно разворот рынка остров на кого из этих размеров он берет ещё одну сетку открывает сделку с небольшим ордером вот тоже вот вопрос был сегодня по поводу MAC Levels а от MAC Levels считается только сделки по одной сетке то есть если у вас открываются сделки противоположные стороны либо 2 сетки открываются в одну сторону то он максимальное количество ордеров считает по одной сетке То есть, если у вас стоит параметр 6, это значит, что у вас максимальное количество ордеров может быть 6 по одной сетке. Но если у вас 2 сетки на одной паре, это значит, что он может взять 12 ордеров. То есть, 6 по одной, 6 по другой сетке. Вот. Потом, что еще хотел бы я сказать по поводу колец. Самое оптимальное кольцо, как я говорил, это из трех пар евро-доллар-иена. Это наименее волатильные пары на рынке, и они больше всего подходят нам для торговли. Для более агрессивных настроек можно использовать два валютных кольца, либо другое валютное кольцо. Например, как валютное кольцо, вместо иены использовать австралийский доллар. То есть, это евро-доллар, евро-австралийский доллар и доллар-австралийский доллар. Точнее, наоборот, австралийский доллар-доллар. Либо добавить еще две пары, как у меня в настройках прописана дата, то есть второй вариант, то есть пять пар. Стоит понимать, что австралийский доллар более волатилен, это раз. Во-вторых, в последнее время замечается очень много аномальных движений по этой паре, пара себя ведет неестественно и очень часто, очень много раз рекомендовалось вообще переходить на одно кольцо. Потому что по многим парам, например, австралийский доллар и иена, был достигнут 10-летний минимум за все время недавно на этой большой просадке. Цена достигала первый раз, впервые достигала такой отметки за 10 лет. Была пара еще евро-австралийский доллар, которая тоже там продлила максимум 9-летняя, по-моему. Поэтому нужно адаптироваться под рынок. Если эта пара ведет себя немножко неестественно, то лучше для более консервативной торговли, лучше исключить эту пару. Для тех, кто торгует на пяти парах, соответственно, можно зарабатывать больше на этом, за счет вот как раз таких аномальных движений. Но и при этом стоит понимать, что на пяти парах просадки будут гораздо больше. Для примера даже вот у меня два счета, на три пары и на пять пар. На трех парах за два с половиной месяца в общей сложности торговли максимально просадка достигала 8% всего. И приносит прибыль гораздо больше, потому что достаточно хорошо торгуется. А вот за счет здесь, на пяти парах, то есть были просадки гораздо больше. То есть у меня лично достигала просадка до 52%. То есть достаточно такая не очень приятная. Как раз таки на том движении, когда пара австралийский доллар-иена пробивала локальный минимум, но потом произошел отскок. И за счет ордера как раз таки с большим лотом перекрылся весь убыток. Ну и тоже стоит понимать, что здесь вот в пяти парах можно посмотреть. То есть евро-иена, доллар-иена и австралийский доллар-иена. То есть три пары с иеной идет, и они сейчас примерно одинаково выходят. То есть пошла просадка, пошла просадка сразу по трех парам. И вы можете заходить в гораздо более глубокие просадки. Но при этом при выходе из этих просадок зарабатывать гораздо больше. Вот поэтому для консервативных трейдеров лучше торговать на трех парах в данный момент. Для тех, кто хочет торговать более агрессивно, можно использовать пять пар. По поводу трейфорема тоже неоднократно говорилось, что лучше торговать на D1. На H4 он берет больше удвоенных ордеров. И часто они возникают сразу, то есть когда открывается первая сделка, практически моментально открывается и вторая сделка. На D1 удвоенные ордера встречаются гораздо реже. Но они тоже встречаются. В принципе, я торгую на D1. И те удвоенные ордера, которые я вижу периодически, они в принципе только плюсы не идут. Почему я так считаю? Потому что, например, когда у меня взял одну сетку, то есть открылось, например, четыре сделки по одной сетке, уже чувствуется, что когда движение идет в одну сторону долго, ну, ожидается, скорее всего, какая-то коррекция, небольшая отскока, разворот. И в этот момент он берет вторую сетку. И с большей долей вероятности эта сетка либо сразу же идет вверх, либо еще продолжается небольшое падение, она открывается, там еще может быть несколько ордеров. И потом эта сетка быстро закрывается в хороший плюс. Вот поэтому это не так агрессивно, как если бы сразу же одновременно открывались ордера по двум сеткам из первого лота. Вот. Инструкции все скинуты были, презентация компании была скинута, то есть можно здесь прочитать, в принципе, тоже презентация, все это подробно расписано. Почему мы торгуем на H4 или D1, да, почему мы не используем там N15, H1 или N30, да. Рекомендуемое время торговли тоже про это расписано в презентации с понедельника по среду, да, то есть почему. То есть, ну, вся информация расписана в презентациях. Также вот я скидывал файлик по настройкам, были настройки третьей версии, на этой неделе вышла четвертая версия, я обновил. Точнее, на прошлой неделе вышла четвертая версия, на этой неделе я обновил настройки по четвертой версии и добавил параметры как раз-таки речи-мультиплеер и позиция-сайс-мультиплеер. То есть все настройки, здесь в принципе все написано и расписаны все рекомендации, то есть какие значения рекомендуется выставлять. Вот, о том, что бы я еще хотел сказать по поводу стратегии робота, работы робота. За кольцовку сказал, открытие ордеров сказал, время работы сказал. Выход из рынка тоже очень у меня немаловажный момент. Многие не знают, как выходить из рынка. Хотел бы об этом тоже сейчас поговорить, рассказать более подробно. Значит, как лично я работаю? Сейчас покажу свой VPS. Значит, один счет я закрыл на три пары. У меня осталось счет вот на пять пар. Как раз-таки просадки сейчас 6% ушел в просадку. Значит, как выходить из рынка? Во-первых, если вы выставили еженедельную цель VQGo, например, здесь у меня стоит на 7%. 7% если это на месяц, как бы умножить, это получается порядка 30% в месяц. Для кого-то достаточно 20% в месяц, поэтому можно поставить цель 5%. На достижении 5% у вас все сделки автоматически закрываются, робот отключается и происходит отключение только на следующей неделе. А если вы достигли еженедельную цель, то есть поставили цель определенную, достигли ее, то не нужно заново пытаться отключить робота. Зачем тогда выставлять цель? Тоже много вопросов было, что я достиг еженедельной цели, но хочу еще подторговать. То есть зачем рисковать? Лично раз, если вы достигли поставленной цели, зачем дальше пытаться отключить робота и торговать? Если же вы, например, не достигли цели, к примеру, у меня стоит 7%, а вот, например, на одном из роботов, например, на этом роботе было, то есть цель стоит 6%, а 7%, а вчера было 6%, то есть я не достиг цели немножко. Что можно делать? То есть смотрим в среду, в среду вечер, заходим, то есть weekly flopping значение, на данный момент оно составляет 0,06, ну, грубо говоря, в 0 неделя за счет текущей просадки. То есть он торговал 7% уже почти за неделю, ну, и за счет просадки, которая составляет сейчас 7%, еженедельная прибыль равняется к 0. Соответственно, в такое состояние я оставляю робота торговать в четверг. Если же вот эта еженедельная цель, вот здесь еженедельная прибыль, текущая с учетом открытых сделок составляет, например, ну, 4%, 5%, да, но при этом еженедельная цель не достигнута, и вы хотите выйти из рынка в среду вечером, есть два варианта. Первый вариант, что нужно сделать, это нажать кнопку автоторговли, отключаете ее и нажимаете на крестики, и закрываете все сделки. И потом главное не забыть включить автоторговлю в воскресенье, либо в понедельник ночью для того, чтобы он начал торговать на следующей неделе. Это первый вариант. Второй вариант, как можно сделать, это изменить векликовые параметры. Например, давайте представим, что у меня стоит веклифлотинг, к примеру, там 3%, да, 3,5%, и следующее вечером я хочу выйти по 3%. То есть что я делаю? Я отключаю автоторговлю, захожу в настройки на каждой паре и меняю вот эту цель на 3%. Она должна составлять меньше, чем веклифлотинг. Это значение должно быть. Например, здесь 3,5% за неделю он торговал, я ставлю 3%. На этой паре, на этой паре обязательно меняю, на третьей паре тоже меняю. И после этого включаю автоторговлю, и все сделки, они закрываются автоматически, то есть не нужно щелкать на крестике, и у вас написано, что еженедельная цель достигнута. Сейчас покажу пример на роботе, на котором у меня еженедельная цель была достигнута. Так, статус не видно, да? Так, сейчас вспомню, какой-нибудь респайм. Да, вот получается блогин. Как видим, 6,04%, да, у меня была, изначально у меня стояло 7%. Соответственно, я решил выйти из рынка, отключил автоторговлю, поменял везде на 6% с 7. После этого я отключаю автоторговлю, и 6,04% у меня зафиксировалось прибыль за неделю. И теперь будет торговать на следующей неделе. И еще тоже хотел бы затронуть момент действия при просадке. Тоже хотел обсудить момент очень важный. Многие не знают, что делать при просадке. Есть методичка, у меня, к сожалению, на компьютере нет, поэтому я показать не смогу ее. Я думаю, что вы сами сможете прочитать, но я вкратце сейчас расскажу, какие действия при просадке нужно делать. Во-первых, если у вас образовалась просадка, ну, level range, если вы четвертая версия с торгой, то у вас автоматически он переключается теперь на больший. Первое, что сейчас можно делать, например, у вас открылось, например, 4 либо 5 сделок в одной паре, и вы хотите снизить риски, да, то есть чтобы просадку дальше не набирал. Что можно сделать сейчас, так как у нас level range автоматически увеличивается, можно снизить load size на теплая, то есть у вас приписали полтора, вы можете поставить 1.4, чтобы последующие ордера с большими лотами, они открывались не в полтора раза больше, а в 1.4 раза больше, либо в 1.3 раза больше. Вот, естественно, если эти ордера пойдут в просадку, да, во-первых, просадка будет меньше по этим ордерам, во-вторых, объем маржи будет задействован в сделке гораздо меньше. Соответственно, вы сможете выдержать более глубокую просадку, но при этом вам потребуется пройти больше движением вверх. То есть можно это значение переключать. В принципе, больше сейчас делать ничего особо не нужно. На крайний случай можно level range увеличить, например, если, ой, multiplier, вот это level range, да, то есть если он стоял 1.1, вы можете поставить его 1.1, ой, 1.15, либо 1.2, для того, чтобы он еще больше увеличивал расстояние между открытыми сделками. Вот, ну, либо вручную level range вы можете выставить, там, поинт, большое значение, там, примерно, 30, там, или 35, если вы, там, не хотите, чтобы сделки, ну, хотите, чтобы сделки гораздо реже открывались. Вот. И все. Ну, а дальше все основные действия с методички. Там все подробно расписано, то есть вот это основное действие, которое я лично аплодирую делать в случае просадки. Это увеличивать 5.0, теплая лота. И сейчас, значит, основной формат, который я сказал, который хотел сказать, далее я перехожу в чат и буду отвечать на ваши вопросы, которые у вас возникают. Сегодня на трех парах с выклигло 5%, с консервативными настройками идет просадка 10%, по евро-ене, что происходит? Да, вчера была возможность выйти из рынка, значит, у меня вот вчера было порядка 6%, то есть один счет я закрыл на 6%, другой счет было 5.98%, он не достиг 6%, отскочил немножко. Сейчас он, как я показывал, на нем примерно в нуле находится, то есть там, по сути, он торговал 7%, но и текущая просадка составляет 7% по этому счету. Вот. А что происходит? Ну, бывают на рынке такие движения, когда рынок разворачивается, идет не в нашу сторону, это нормально. Вот. Мои действия я буду смотреть за рынком, если это все дело отскочит, а если прибыль будет там порядка 5-6% сегодня, то я выйду из рынка, даже там, наверное, при 4% постараюсь выйти из рынка. А если же просадка будет нарастать, либо останется такой же, то я просто перерезаю сделки на завтра и постараюсь выйти из рынка завтра. А версия 4.1, там что за изменения? Версия 4.1, это то же самое, что 4.0, но, как написали, там изменения в подсчете, получается, еженедельной цели. То есть, возможно, там в прошлой версии немножко некорректно считал, и, как мы с вами знаем, что в третьей версии он считал еженедельную цель не с текущей недели, если у вас оставались проценты, а с предыдущей. То есть, например, были такие ситуации, когда у вас остались сделки с прошлой недели, а у вас теперь двигали гол еженедельную цель 5%, он закрывает эту еженедельную цель с 5%, но при этом у вас за неделю получается минус. А это все потому, что, например, на прошлой неделе он торговал 7%, и просадка была 10%, да, то есть вы с прошлой недели переходили с минус 3%, и на этой неделе закрылись 5%, то есть у вас получился даже минус на текущей неделе. То есть он брал еженедельную цель с предыдущей недели, то есть он за 2 недели 5% рассчитывал, то есть не за текущую неделю конкретно, а за 2 недели, с того момента, когда у вас нашла просадка. Сейчас диктинг гол рассчитывается строго по этой неделе, то есть неважно, сколько вы на прошлой неделе на торговали, то есть, например, если у вас была прибыль 7%, а просадка 10%, общая минус 3, да, вы сделаете, переносите, и на этой неделе прошлая прибыль в 7%, она учитываться не будет. То есть вам строго на этой неделе, то есть нужно торговать еще 5% сверху, и на этих 7%. Раньше это считалось как одно и то же. Вот это основные изменения версии 4.01 от 4.0. Если торговый с понедельника по вследу, но в конце дня в среду просадка 10%, торговлю отмечаем, ждем четверг и пятницу, надеемся, что закроют, а либо ставим торговый день в четверг. У меня обычно стоит торговый день в четверг, за счет того, что на новостях он сам отключается. Опять же, стоит смотреть по новостям. Вот я раньше смотрел по новостям, сейчас не смотрю. Если какие-то важные макроэкономические новости в тендере показаны, например, какой-нибудь там саммит, засчитание Европейского банка, либо там еще какие-то очень сильные новости, ну, целый день новости, да, важные, тогда я не отключал в четверг. Если же новостей нет, у меня спокойный, то можно в четверг поторговать, постараться выйти из просадки. Вот, я даже сейчас посмотрю. Значит, какие новости у нас ожидаются на завтра, я даже не открывал календарь. Так, ну, завтра, да, по Австралии суббот, уровень безработица в четверг в 4.30 утра. То есть это такие достаточно важные новости, которые могут сильно повлиять на рынок. Поэтому нужно быть аккуратным в 4.30 утра, вот, завтра. И в 3.30 будут новости по доллару вечера. Вот, поэтому если я не выйду, я завтра еще попрогую. Но в пятницу лучше не торговать. В пятницу тоже я рассказывал на предыдущих вебинарах, на одном из предыдущих вебинаров, как я лично действую. Это касается больше первой половины дня, да, то есть у меня робот отключен, сделки открыты. Но что я делаю в такой ситуации, то есть если я вижу, что рынок очень сильно ушел от моих цен. То есть если я вижу, что должны открыться какие-то хеджирующие ордера, либо ордера в противоположную сторону, либо по сетке ордера. Например, у меня открыто 3 ордера, да, рынок ушел еще сильно-сильно вниз, да, в пятницу. И, ну, он, возможно, должен развернуться, да, будет, что я делаю. То есть я включаю робота, он открывает ордера, делает модификации, то есть меняет 3 профит и стоп-лоссы, и через, там, несколько секунд его отключаю обратно. То есть он у меня в пятницу обычно отключен, но в первой половине дня я периодически его включаю для того, чтобы он, возможно, какие-то дополнительные ордера открыл, и при развороте рынка они помогли выйти из рынка в плюс, как бы, да, то есть чтобы не требовалось больше движения. То есть рынок сильно от нас ушел, либо где-то там стоп-лосс, да, подвинул, как трейлеринг-стоп, например, цена в нашу сторону ушла, а стоп-лосс до сих пор в минусе, и цена может туда-сюда ходить. В итоге мы не закрываемся ни в плюс, никуда. То есть можно, например, включить робота, он передвинет стоп-лосс в зону плюса и закроется по стоп-лоссу. Также в пятницу, либо даже в четверг, ну, либо в пятницу, да, в пятницу, можно выйти из пар, которая в плюсе. То есть, например, в пятницу у вас две пары в просадке, и, например, одна пара в плюсе. То есть вы можете ее отключить, вообще не запускать эту пару. То есть оставить только те пары, которые в просадке. Здесь уже вопрос в том, чтобы выйти из просадки по двум парам, и заклицовка особо здесь не нужна. То есть задача по двум парам выйти. Вот. И либо на следующей неделе запустить. Вот как раз у меня тогда была просадка на пяти парах. Я, у меня на двух парах была просадка. Это OutGPY и OutUSD, по-моему. А, еще евро-иена, но я из нее там вышел быстро очень. То есть я оставлял две пары торговать. Остальные пары отключил. Остальные пары запустил уже в понедельник. Вот. Поэтому такие вот мои действия, как я лично делаю. Добрый день. У меня работа работает две недели на консервативных настройках. Номер один блок на тысячу долларов. Остальные настройки рекомендую на консервативной лиге. Голос 35%, текет спорта, 20-20%. На прошлой неделе в СССР достигает 50% и закрылся в убыток. Сейчас посадка с 0,15%. Что не так? Консервативные настройки не работают. Консервативные настройки – это не просто поставили блок 0,01 на тысячу и забыли про робота. Как я говорил, то есть, во-первых, это возможность выйти из рынка. Если вы запустили робота на трех парах 0,01 на тысячу, то во вторник у вас странно, что не закрылся по 5%. Возможно, какие-то другие параметры неправильно выставлены были. У меня, например, level range 21 на 23 на двух счетах стоят 1.1 и все остальные параметры стандартные. То есть у меня вчера на одном счете было 6,04%, на котором level range 21, на другом было 5,98 максимальная прибыль. То есть 5% он закрылся бы там и там. Странно, что у вас не закрылось. Не знаю, с чем это связано. Возможно, это связано с тем, что вы торгуете не на ICN счете, потому что там спреды какие-то большие, да, завышенные. Либо там вы торгуете на другом брокере и там как-то по-другому. Либо вы запустили робота не в то время, например, сразу же после рынка, ну, 12 шток. Либо там сразу запустили. Те, кто запускал роботу в два часа, вчера у всех была прибыль на трех парах номер 1 на тысячу больше 5%. Вот. На этой неделе, да, просадка. Насчет просадки я сейчас показывал. У меня просадка на трех парах, она сейчас составляет... Просадки нету. То есть просадка 5,9%, но текущая прибыль за неделю 1%. Могу еще раз продемонстрировать свои настройки. И результаты. Так, делюсь экраном. Значит, вот счет, с которого вышел. Можно посмотреть еще раз историю счета. Так. Выбрать период, например, так, с какого-то там, с 11, да, с 11 по... Ну, пускай будет по 16 августа. Вот. То есть прибыль 83%. То есть если это считать от 1000 долларов изначального депозита, это 83%. Это, если считать от уже депозита с прибылью, то это получилось 6,04%. Вот. Weekly Goal Reached. Еженедельная цель достигнута. 6%. Значит, настройки у меня такие. То есть Weekly Goal 6%, Effective Protector 100%. Но просадка у меня не достигала 20% и даже 10% вообще ни разу за всю историю торговли. То есть у меня есть мониторинг, я раз тоже продемонстрирую. Lock 0.01. Level range 21. 12.20. Здесь нет. Вот. 1.1, как я говорил. То есть он увеличивает на 1.1. Position size multiplayer 1.5. На новостях я отключаюсь за 15 минут до новости, через 30 минут включаюсь. 2 часа жду после открытия рынка, чтобы избежать больших спредов и подождать, пока там ГЭП возможно откроется, либо отработая. То есть у меня открывается ровно в 2 часа ночи по Москве первой сделке в понедельник. И торговля стоит с воскресенья по пятницу. То есть у меня пятница также стоит, да. Но я отключаю сам ручной пятницу, если сделки у меня висят в пятницу. За 2.5 месяца торговли на 3 парах я переносил сделки через неделю только 1 раз всего. И все остальные разы я всегда выходил либо во вторник, этот я в последних недели во вторник выходил, либо в следу, либо в четверг, как было до этого. То есть либо в следу, либо в четверг всегда выходил с рынка. На выходные только 1 раз переносил. Вот. И поэтому у меня в пятницу он по сути 1 раз только работал. Вот. Но я его отключал и периодически включал. Вот это все настройки, они во всех парах одинаковы. Что еще показать? Максимальную просадку, да. Сейчас открою свой мониторинг. Вот у меня, кстати, уже открыт. Пользовательский анализ. Ну, даже может так убедить, как бы, то есть я сейчас обновлю свой мониторинг вот этого счета, который сейчас у меня открыт на 1000 долларов. А, то есть видно, что максимальная просадка с 25 июня по этому счету была 8,68% максимальная. Вот, и вот если взять пользовательский анализ, там с 11, ой, так, с 11 августа, да. То есть максимальная просадка, видим, была всего 0,58%. Ну, я об этом чате писал, то есть у меня, ну, максимальная просадка полпроцента на этой неделе была. Прибыль за неделю у вас 6,04, как показывают. Вот с этими настройками брокер у меня RoboForex, счет ECN, предвиденное ключо 1,300, если что. Вот, а другие счета, вот, например, на пяти парах, да, так, другое, вот, на пяти парах, то есть сейчас просадка 4,77%, а просадка 10%, текущая прибыль минус 4,8% за эту неделю. Ну, она пошла сегодня, там, благодаря, вот, евро и иенам, да, 10 ордеров, видите, у меня открыто. Вот, аут, GPI и USDGPI, то есть, как видим, иена опять выросла, и на этих парах с иеной пошли эти просадочки. Такие приличные. А вот на трех парах, у меня даже вот есть полный гемо-счет просто стоит, тоже можно посмотреть. То есть, а вот на 6 тысяч я его запускал, 100 долларов, просадка 8% сейчас составляет. Настройки 5,100, 0,03, ну, тут прямо консервативное место яблок. Но я его не отключаю, это просто гемо-счет, я его поставил, и он в пятницу торгует. То есть, вот, опять хороший пример, кто не вышел в пятницу. То есть, вот я на нем торговал четверо-пятницу, по нему такая просадка сейчас наблюдается, по этому счету. Оптимальная range M и position SM 1.0 и 1.15, ясно, или 1.1 и 1.5. Я считаю, что 1.1, почему вот раньше, как я делал, то есть, я тоже в вебинарах об этом рассказывал, то есть, если открывалось 4-5 сделок по одной из пар, я вручную level range менял с 21 на 25. Если открывалось 6-7 сделок, я менял 25 на 30 level range, а сейчас он это делает автоматически. То есть, если у вас level range 21 стоит изначальный и 1.1, то у вас третья сделка открывается 23 level range, а четвертая сделка открывается 25 level range, то есть, то же самое, что вручную, только здесь еще более чаще происходит и автоматически. А пятая сделка открывается level range 28, а шестая сделка открывается level range 31, то есть, то же самое, что я переключал вручную на 30. Вот, седьмая сделка открывается level range, там уже 34 и так далее. То есть, при открытии сделок с большим лотом, да, и движение не в нашу сторону, он вот это расстояние отодвигает и от 2 раза с круглыми лотами, они открываются все реже, 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 реже. Вот. На крайний случай, если у вас открылось, например, там, 5-6 сделок, да, по одной паре, и вы хотите еще, как бы, снизить вот это значение, то есть, вы можете поставить 1.15 либо 1.2 для того, чтобы еще реже открывалось. Я лично придерживаюсь позиции, что 1.1 постоянно, пускай его лучше было так, потому что, когда level range большой слишком, рынок может пойти, да, например, вы там поставили 40 или 50, ну, примерно 50 поставили, он прошел там 35 минут вниз, и после этого отскочил. Соответственно, у вас все сделки, как были в минусе, они набрали минусы, обратно вернулись. А если бы у вас открылся еще один ордер дополнительный, например, через 35 пунктов, и отскочил бы, то на этом отскоке, за счет этого ордера, он бы перекрыл всю просадку и закрыл бы всю сетку в хороший плюс. Вот. Поэтому я считаю, что, ну, я лично так, кто-то считает, что нужно прогревать более консервативно и ставить level range больше. Да, вот, например, наш вычисляющий спонсор, спонсор Павел, он рекомендует, там, иногда 40-50 даже ставить. Вот. Поэтому тут, как говорится, сколько людей, столько мнений. Я для себя принял решение, что вот он не должен быть таким прям совсем большим. Вот. Только если в случае, когда там уже совсем гигантская просадка, да, то есть можно отключить робота, подождать, когда вот это, прямо если у вас назад идет свеча, то не в вашу сторону, да, то есть вы видите, что вроде там притормозилась, заходила туда-сюда, да, рынок, то есть немножко там успокоился, тогда можно включить, чтобы открыл бы сделку. Насчет 1.5, это увеличитель лота, тоже я вот в начале вебинара рассказывал. Я лично придерживаюсь позиции 1.5. Есть люди, которые вот хотят очень консервативно торговать, они автомат поставят 1.4, либо 1.3. Ну, это в основном те, у кого более крупные суммы. Вот. Я, например, для себя принял решение, что я буду торговать 1.5, и при наборе сделок, например, там 4.5 сделок по одной сетке, я буду менять там на 1.4 это значение. То есть, чтобы, например, набрало ордеров, и когда там уже 6-й, 7-й ордер будут открываться, то есть они будут открываться уже не в 1.5 раза больше, а в 1.4. То есть, что я этот параметр буду менять для, так сказать, для того, чтобы просадку гораздо больше смогу удержать. Мог я не закрыться во вторник на трех парах, если позиции сайс мультиправил был 1.4, а не 1.5? Да, конечно, можно было, потому что 1.4, говорю, он снижает риск просадки, то есть просадка набирается реже, но при этом ему для того, чтобы перекрыть всю сетку ордеров и закрыться по тейк-профиту, требуется пройти больше расстояния. То есть, ну, например, вот у вас, ну, так даже объясню, да, то есть вот у вас уровень тейк-профита, и здесь открывается сделка 1.5. Если у вас открывается сделка 1.4, соответственно, ей нужно пройти больше движения для того, чтобы перекрыть всю сетку. И тейк-профит, уровень тейк-профита, он будет выше. Поэтому, возможно, при 1.5 он дошел до тейк-профита и потом обратно отскочил. При 1.4 он не дошел до тейк-профита. Поэтому я и считаю, что сначала лучше прогровать 1.5 для того, чтобы и левел рейдж 21, а изначально для того, чтобы открывались арбера чаще и усоединялись сильнее и быстрее перекрывались на спокойном рынке. И уже при наборе просадки это все переключалось на более консервативное настроение. Но, опять же, это только лишь мое мнение, моя рекомендация. Исходя из моего опыта в проговоре с данным роботом. Итак, вопросов больше нет. Я хотел еще анонсировать одно очень важное событие, которое у нас будет проходить 25 августа в Москве. Ребята из нашей команды собираются в Москве провести обучающий тренинг по роботу. То есть те, кто в Москве, либо недалеко, кто сможет приехать, 25 августа, значит, будет тренинг по настройкам робота и по торговле этим роботом. Потому что основная проблема сейчас, как мы видим, у людей, которые попадают в очень приятную ситуацию, в том, что они не понимают либо стратегию работы робота, либо не понимают, как и что нужно делать, не знают, какие это конкретные действия, либо, наоборот, делают то, что не нужно делать. То есть уровень навыков и работы с роботом небольшой. Поэтому наши ребята решили организовать мероприятие, на котором все желающие могут прийти, послушать различные рекомендации о роботе, информацию, как с ним работать, какие настройки за что отвечают, какие действия делать в тех или иных ситуациях и более подробно изучить. Потому что робот – это не волшебная таблетка, которую поставил и забыл, и она сама там прибыль молокит. Это лишь вспомогательный инструмент для заработка на рынке Орекс. И в руках тех, кто умеет им управлять, это действительно классная штука, на которой можно зарабатывать очень хорошие проценты. А бы как неумелых владельцев, без знания рынка Орекс, без знания каких-то даже основ элементарных, без знания терминала Минтрейдер 4, где что, куда тыкнуть, как, без знания настроек данного робота, то есть при каких ситуациях, как себя вести. Вот. Этот инструмент представляет определенную опасность. Вот поэтому те, кто будет в Москве, либо кто сможет приехать в Москву, обязательно посетите данное мероприятие. Очень будет для вас полезным. Более подробную информацию я скину в чат Маркет Хакерс Россия, наш основной канал, также в чат по Рингеру скину. Вот. Вы можете там свои чаты разослать, эту информацию в будущем. Вот. Когда будет точное время и место проведения данного мероприятия. Вот. Поэтому всю информацию я, которую хотел сказать, сегодня сказал. Вопросов больше нету. Если у вас какие-то вопросы возникнут, обращайтесь в чат Трейд Рингер. Сейчас я там стал появляться чаще, потому что очень, ну, стало меньше, как бы, флуда различного. Некоторых флудеров, как говорится, администраторы заблокировали, ограничили им возможность написания текста. Некоторые сами перестали писать, некоторые перешли в болталку. Вот. И, соответственно, можно задавать вопросы в чат Трейд Рингер Россия, и я там буду часто появляться и отвечать по мере возможностей. Вот. На этом вся информация, которую я хотел сказать, сказал. Всем спасибо за внимание. ECN счет. Последний вопрос. Отвечаю и остальные вопросы в чат Трейд Рингеру. ECN счет – это можно прочитать, в принципе, в интернете, что, значит, счета ECN и NDD, да, чтобы техническую часть не составляться, не выдаваться в подробности. В общем, какой связи с этих счетов, то есть это счета, значит, с комиссией за вывод на биржу, на бежбан, и также у этих счетов плавающий спред, то есть он зависит от рынка. То есть, когда есть покупатели-продавцы, да, если, например, рынок более волатильный, да, там, точнее, наоборот, более спокойный, да, то спред маленький, да, там, во время перехода через сессию, там, либо на новостях, на каких-то важных, он расширяется, то есть спред, он рыночный. Вот, на стандартных счетах комиссии нету за вывод, комиссия, она включена в спред, и там автоматически идет расширенный спред, аспред. Вот, нам для торговли требуется вот ECN, либо IPD, либо одно и то же, как бы это все, значит, там, именно, если вас интересует техническая состояние, как сказать, техническая информация, как это все происходит, вы можете почитать в интернете, очень много, и еще очень подробно об этом записано. Вот, все, всем спасибо за внимание, всем пока, успехов и вообще ревчагов. Global Star Club. Возможности безграничны.